Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Ника, я веду этот канал со своей сестрой Леной. И здесь мы говорим про образование и жизнь за рубежом, поэтому обязательно подписывайтесь. В недавнем видео, которое я опубликовала, по-моему, на прошлой неделе, я рассказала о своих мыслях после жизни в США на протяжении двух лет. Я тут уже практически два года живу и решила поделиться, так сказать, с плюсами и минусами. Вы это видео можете посмотреть либо здесь, либо здесь. И я для себя решила, что США как страна мне подходит. В США очень много проблем и очень много минусов. И эти минусы настолько серьезные, что многим людям просто жизнь в США по определению не подходит. Поэтому я решила снять видео, где я вам покажу пять вопросов. И я считаю, что если вы ответите на эти вопросы, вам станет более понятно, если жизнь в США вам подходит или нет. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Возможно, возьмите ручку с листочком или просто в голове отвечайте на эти вопросы. И надеюсь, под конец этого видео вам станет более понятно, подходит вам США как страна или нет. Самый первый вопрос, и он достаточно, я бы сказала, банальный, но все равно его необходимо задать себе. И этот вопрос, почему вы хотите переехать в США? Какая ваша финальная цель? Я думаю, что есть много людей, которые считают, что США это страна возможностей. Что в США столько всего доступно, что США просто волшебная такая страна. Здесь все классно, здесь все здорово. Но я бы сказала, что тогда у вас, на вас, да, розовые очки. И перед тем, как вы действительно делаете такой шаг и решаете переехать в США, вам нужно эти очки снять. Если вы уже четко решили, что хотите переехать в США, да, проведите небольшое исследование. Особенно по минусам жизни в США. Посмотрите видео на YouTube. Посмотрите, сейчас очень много есть каналов и страниц в Instagram, на YouTube, которые именно говорят про жизнь в США. В США очень-очень много минусов. И в США достаточно сложно жить, если вы не готовы к этой жизни. Поэтому четко ответите на вопрос, почему я хочу жить в США, вот они, минусы жизни в США, по каким причинам я на эти минусы закрываю глаза и все равно хочу жить в этой стране. Вопрос номер два. Тоже достаточно банальный, но на него четко нужно ответить. И этот вопрос, как вы будете себя финансово обеспечивать? Вы будете работать или вы будете учиться, да, и получать стипендию? Вы собираетесь открывать бизнес? Чем вы будете здесь заниматься? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос и придумайте четкий план до переезда в США. Не думайте, что вот вы сейчас переедете и оно само как-то устроится. И у меня было пара знакомых, которые переехали в США. В смысле, ой, да мы тут на месте разберемся. США же это страна возможностей. Мы сами придумываем уже на месте, чем нам как-то заняться. И как бы по ходу, потихоньку построим себя, да, построим свою жизнь в США. Конечно, такое случается, но не рассчитывайте на это. Не рассчитывайте на такое везение. В США жить очень дорого. Поэтому я вам советую, помимо того, чтобы иметь сбережения, да, для переезда в США. Про переезд в США я уже рассказывала. Очень дорого. Сюда просто даже приехать. Поэтому сделайте финансовый план. Четко продумайте, как вы будете зарабатывать деньги, да, каким образом. Можно ли вам зарабатывать эти деньги, да. Вы все знаете, если вы студент, то вам работать вне кампуса нельзя. Имейте все вот эти моменты в виду, когда вы принимаете решение о жизни в США. И не рассчитывайте, что вы сюда приедете и сразу все так волшебным образом сложится. Дальше очень важный вопрос. Вы переезжаете в США один или семьей? И если ответ на этот вопрос с семьей, то вам четко нужно подумать, что случится, если в вашей семье, и это может быть просто ваш партнер, не понравится США. Очень много знакомых, которые приезжают сюда, в основном, конечно же, со своими партнерами, да, муж или жена. И этим партнерам США не нравится. А возможно, вам нравится. Что потом вы будете делать, да, когда у вашего любимого близкого человека, может быть, начинается даже депрессия, потому что им так сильно не нравится в США. И у меня были, ну, лично знаю людей, у которых были такие ситуации. Если вы принимаете решение за себя и еще за какого-то человека, продумайте, что делать в случае, если этому человеку в США не понравится. Ну и вообще совет для всех, переезд в любую страну, мне кажется, намного проще делать одному, потому что вы сами можете понять для себя, нравится вам здесь или нет, какие делать следующие шаги. Вы ответственны только за самого себя. Понятное дело, когда вы один, это немножко проще, нежели когда у вас есть люди, за которых вы тоже, возможно, ответственны. Вопрос номер четыре, и это если у вас друзья или знакомые в США. Если у вас друзей и знакомых нет, ничего страшного, это не значит, что вы не можете переехать в США, но с друзьями и знакомыми ваша жизнь, особенно начало жизни в США, будет намного, намного проще. Структура жизни в США устроена абсолютно по-другому, да, нежели в России или в Европе. Есть тут очень много специфических моментов, такие моменты, как подача заявки на кредитку, получение банковского счета, да, даже оформление social security number. Вот эти все, получение вот этих всех документов, да, занимает время, и очень часто вы можете просто сидеть и не понимать, да, что у вас спрашивают, что вам нужно сделать, почему какие-то вещи нужно выполнять таким образом, а не другим. И намного проще, когда есть ваш друг, знакомый, человек, которому вы доверяете, который сядет перед вами и расскажет, чтобы подать и получить кредитку, нужно сделать то-то и то-то и то-то, чтобы оплатить эту кредитку, да, у меня тоже такие вопросы возникали периодически, чтобы оплатить эту кредитку, вам нужно то-то, то-то и то-то и то-то. Поэтому иметь друзей очень-очень важно, и если вы вот собираетесь перерезать в США, и у вас нет друзей, знакомых, познакомьтесь с кем-то, не знаю, онлайн, заведите себе друзей заранее, потому что вот какая-то такая группа знакомых в новой для вас стране, она вам очень сильно морально, да, я думаю, и физически поможет. И последний вопрос, мне кажется, самый важный. Вопрос это, готовы ли вы выйти из своей зоны комфорта? Вы живете, допустим, в России, в своем городе, где вы выросли, провели всю свою жизнь, у вас куча друзей, вы знаете все места, рестораны, бары в своем городе, куда сходить в кино, куда сходить на какую-нибудь выставку, да, куча друзей, куча знакомых, родственников. Вы приезжаете в США, да, любую другую страну, и вы ничего не знаете, вы никого не знаете, и ничего вокруг вас вы тоже не знаете. Вы не знаете, как вообще общаться даже в продуктовом магазине, да, с продавцами, вы не знаете, как работает общественный транспорт, вы, возможно, если у вас есть машина, вы даже не знаете, как водить, какие тут, знаете, правила вождения. То есть, столько нового всего будет, и очень часто это людей выталкивает из зоны комфорта, понятное дело. То есть, вы, по сути, будете находиться вне своей зоны комфорта 24 на 7. Это большой стресс, это не всегда очень радостно, как вам может это представляться, да, опять же, не забываем про розовые очки. Конечно, очень здорово смотреть, там, вот эти все фотки людей, там, в Нью-Йорке, как они ходят, такие делают классные фотографии. Им все нравится, мечта их сбылась, но давайте не будем забывать, что это все фотографии в Инстаграме. Жизнь, она немножко другая, поэтому будьте готовы к выходу из зоны комфорта, будьте готовы, что, может быть, первую неделю вам будет кайфово и очень радостно, но потом вы поймете, что не очень много знакомых у вас есть, не с ним поговорить, что даже не хочется, возможно, выходить из дома, потому что вы будете окружены всеми вот этими, вот этой новой обстановкой. То есть, будьте морально готовы к тому, что в зоне комфортно своей вы будете проводить очень мало времени. Я надеюсь, вам эти вопросы понравились, и что, ответив на них, вы более-менее определились, если вы готовы к переезду в США или нет. А так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии внизу, и я с вами увижусь в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok